Добрый вечер! Каждый год 6 июня мы отмечаем день рождения одного из величайших русских поэтов Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в Самарской филармонии со своим моноспектаклем «По пиковой даме» выступил Евгений Князев, который мастерски переуплощается в каждого из пушкинских персонажей. Наверное, многие зрители слышали о том, что жанр моноспектакля невероятно сложный, но мало кто представляет себе, каково это выйти на сцену совершенно одному. Вы помните вот эти свои первые ощущения, когда вы впервые приобрели такой опыт? Да, помню. И это было страшно и, как вы говорите, и ужасно, и даже не знаешь, как к этому. Если я вообще не так давно стал этим заниматься, это меня к этому подбил Василий Семенович Лановой. Он говорил, вот есть там театр, есть кино, но есть еще одна сфера деятельности, это филармоническая, это когда ты со своими программами работаешь. Я все отказывался, отказывался, и только мне приглашала Московская филармония, чтобы я сделал программу, чтобы я выступил. И я уходил от этого. И однажды на телевидении, послушайте, была такая передача, и они мне предложили сделать программу. Ну, как-то так, как-то мягко сказали, давайте немножко совсем сделайте. Я сделал, и мне понравилось. Писали это в большом зале, публика была, зрители были. И я после этого подумал, ну, как здорово, как стоять, когда ты один стоишь, тогда ты, от тебя зависит, умеешь ты владеть залом или нет, заставишь ты себя слушать или нет, интересен ты будешь в публике или нет. И вот с этим вот ощущением я сделал одну программу. Потом Московская филармония предложила мне сделать другую программу, и это была «Пиковая дама». Я ее стал готовить, я ее выучил, она не была как спектакль, я ее просто, ну, как бы чтение было наизусть. А потом я думаю, да что я в конце концов, надо же попробовать ее сыграть. Ну, и стал обживаться, появился какой-то реквизитик маленький, там, реквизит для того персонажа, для этого персонажа. Ну, и, думаю, они же как-то особенно разговаривают, эти персонажи. Ну, и стал играть за графиню, за Германа, за Лизу, за Томского. И все, как-то смотрю, другой совершенно спектакль, музыку сделали. Ну, и вот так вот потихонечку и получилось. Любимчики есть вот среди всех? И серии персонажей? А знаете, ведь ты же не знаешь, как оно пойдет сегодня, оно же пойдет, как ты слово произнесешь, и оно за это, может быть, зацепишься на сцене, и оно так и пойдет. Иногда мне графиня бывает очень близка, какая-нибудь такая взбалмошная старуха, злобная такая. Иногда мне очень нравится Герман с своим мечтой, с желанием обогатиться, желанием победить судьбу. Он стоял, но ей 87 лет. Там графине надо что-то делать, представиться, влюбиться, сделать с ее любовником. Здорово, любовником сделать. Но ей 87 лет, она может умереть через неделю, через два дня. Да, что делать, что делать. Случай, все решил, остановился, увидел Лизу, и через Лизу решил действовать. Как вы думаете, это современная история, что-то подобное? Современная, там много очень современных тем для звучания. Не надо играть в спор с судьбой, все равно судьбе ты проиграешь. Судьба у каждого предрешена. Смотрите, там какие слова есть. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете. Несмотря ни на какие демонские усилия. В нищете промотав миллионы. На сегодняшний день мы тоже это звучим. И когда сегодняшние люди говорят, мы это делаем, делаем для своих детей, богатство набираем, чтобы они жили счастливо и богатые, и здорово. Так вот, они делают не самую лучшую услугу своим детям, потому что деньги, то, что ты зарабатываешь, должен ты ценить. И как они зарабатываются. А когда ты не ценишь, когда ты только этим пользуешься, они очень быстро тратятся. И какие-то исследования были, что, ну, во всяком случае, где-то я читал, что любое состояние, миллионное, миллиардное, его можно растратить в несколько лет под ноль. В то время дамы играли в фараон. Однажды, при дворе, бабушка проиграла на слово герцогу Орлянскому, ну, что-то очень много. Приехав домой, отказывая фижмы и отлепливая ушки с лица, она объявила дедушке о своем пройдущи и приказала заплатить. Пусть покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушки Новодворецкого. Он и боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты и доказал ей, что полгода они избили полмиллиона. А под Парижем нет у них ни Подмосковной, ни Саратовской губернии. Иначе-то отказался от платежа. Если возвращаться к техническим моментам, говорят, что не все, во всяком случае, не все современные выпускники театральных вузов могут обучены качественному художественному чтению. Мне трудно говорить за всех. Я могу говорить только за свой институт. И качество образования у нас продолжает оставаться таким же, каким оно было давно. Когда ректором был еще Борис Евгеньевич Захава, который был на протяжении 56 лет ректором. Потом ректором был 16-17 лет Владимир Бабрамовичетуш. И вот я уже 15 лет, и мне выбрали на четвертый срок ректорства. Вот у нас всего за всю историю нашего института всего-то и ректоров было. И преподавание у нас ведется практически такое же, как и велось тогда, несмотря на то, что меняются программы, меняются стандарты. Мы работаем по этим стандартам, да. Но вообще вся система подготовки артиста, чтобы обучиться системе Станиславского, системе разговора на театральном языке, она у нас никоим образом не меняется. А то, что касается художественного чтения, у нас даже есть предмет. Художественное чтение, которое ребята изучают три семестра. И заведующей кафедрой этой, кафедрой сценической выразительности, является Василий Семенович Лановой. И вот он-то очень требовательно относится к их знаниям. У нас потрясающие чтецкие вечера бывают в институте, где собираются люди, и ребята это очень любят. Вначале, вы знаете, это очень трудно их бывает переубедить, молодых людей, которые приходят после школы, когда очень трудно заставить читать, заставить учить наизусть, ну вообще вот включиться, заставить преодолевать себя. Но те, которые это сумеют сделать, это зная, что из них получится какой-то толк. Потому что три качества основных должны быть у артиста, или того, кто учится на артиста. Это трудолюбие, второе качество — это терпение, и только потом талант, без которого нельзя выходить на сцену. Все-таки он должен дать Богом. Вот за талант мы принимаем, а остальные качества человек должен наработать. Если он их наработает, то будет тогда хорошо. Для того же художественного чтения, вы, например, сегодня будете читать на одной из лучших классических произведений. Как вы считаете, насколько Пушкин лучше смотрится в этом жанре, чем, например, современные какие-то авторы? Пушкин классик. У него есть такие фразы, которые не удаются многим современным авторам. Хотя я должен сказать, что на сегодняшний день появилось достаточное количество замечательных авторов, которые пишут. Я их с удовольствием читаю, они есть. И если вы спросите у этих авторов о своих любимых авторах, то я уверен, что каждый из них назовет Пушкина, потому что пушкинский язык — это тот язык, благодаря Пушкину мы на этом языке разговариваем. «Пошла за ширмами оканчивать свой туалет». У него фраза-то строится, и там сразу, понимаешь, я просто в жанре интервью не могу быстро вспомнить фразу какую-нибудь, которую привести Пушкинскую. «Однажды играли в карты. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Ужины сели в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие». Посмотрите, как просто и в то же время никаких лишних каких-то вот… Вот когда, вот как говорится, не прибавить, не убавить, вот все до такой степени точно, это… И тогда говоришь, это пример, это классика. «Есть другое средство. Вы можете отыграться на любезный кран. Отвечала бабушка, я же говорю вам, что денег вовсе нет. А деньги тут не нужны. Этвольте меня, выслушайте. И тут он, открыл ей тайну, за которой всякий из нас дорога бы дам». Я, кроме «Пиковой дамы», я еще читаю «Метель» пушкинскую. И она также пользуется необыкновенно, ну что вы, сколько иронии, которая вмещает в себя и в каких-то десяти страницах, и про любовь, и иронично написано. И написано про первую Великую Отечественную войну 1812 года, и про женщин Великой Отечественной войны, и чепчики, воздух чепчики бросали, и кричали «Ура!». Все есть. И думаешь, боже мой, боже мой, как большой автор, великий автор. Это наш… Вот если не иронично, то он наш первый драматур. А почему мы должны стесняться, что у нас есть такой писатель? Почему? Почему так французы, у них Мольер, у них… Без него они не понимают и не видят своего театра. В Англии Шекспир. Почему у нас так легко мы отказываемся от своих… Ну, возможно, люди хотят оригинальничать. Ну, как-то есть такое, да, Пушкин, что, наверное, ты ничего больше не читал. Но на самом деле ведь в Пушкине вы сами верно заметили огромное количество его произведений и наследия, которые можно изучать по строчкам, и читать по многу раз, и снова-снова что-то находить в этом. Да, да, я абсолютно, да. И вот я же очень много читаю «Пиковую даму», и это же получился спектакль, который я играю на большой сцене в Ахтанговского театра. Не часто, но началось случайно. Но в театре знают, что я играю эту «Пиковую даму» в филармониях, езжу, и тут мы должны играть спектакль. И партнер у меня потерял голос совсем. И нужно было отменять спектакль, потому что замену найти не могут. Это все случилось в день спектакля. И тогда директор театра мне звонит и говорит, мы тебя очень просим, вот мы объявим замену, «Пиковую даму» поставим твою. Можешь сыграть? Я говорю, да нет, ну что вы, в театре, где партнерство, где много состава. Но для зрителей все равно будет лучше, если не будет отмены, а будет предложена возможность прийти в театр все-таки. Я согласился. Римас Туминус мне помог, сделал декорацию, поставили манекены, их надели в костюмы того времени, подсветили. И вот я тоже надел костюм исторический и сыграл. И с тех пор я играю на сцене театра. И вот сколько бы я ни играл этот спектакль, я каждый раз нахожу что-то новое, то, на что я не обращал в предыдущий раз. Спасибо. Спасибо вам большое. Смотрите новый выпуск программы в эфире телерадиокомпании «Губерния» совсем скоро. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин